В Южном округе напротив завода отопительного оборудования не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части водитель Ниссана Лаурель. Удар о бетонное основание рекламного баннера был достаточно мощным. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасатели, поскольку были уверены, что водителя зажало в салоне и самостоятельно выбраться он не сможет. Однако работы сотрудникам МЧС не нашлось. Не зря приехали медики. У 34-летнего мужчины диагностировали сложный перелом таза. Пациента доставили в больницу. Вне отложку вместе с раненым села и его жена. Узнав об аварии, женщина примчалась на место крушения вместе с отцом. Именно тесть и друг пострадавшего сделали первые выводы о причинах аварии. По их словам, к таким последствиям привела неисправность автомобиля. Вот он, видите, шашкула, пошел след. Поперек, его видно как что-то. Прямо поперек? Да, колесо поперек его тащило. Эта шаровая, скорее всего, выскочила и его так развернуло. Он сегодня как раз мы с ним ездили, говорил, что у него это... Поедет там смотреть на работу стойку эту свою там правую или какую-то, что-то с ней было не в порядке. Вот она правая и ушла у него. Эту версию косвенно подтверждает и тормозной след. Вместо четкой черной полосы на асфальте осталась двойная полоска, будто колесо заклинило в боковом положении еще до аварии. Подтвердить или опровергнуть эту версию сможет только автотехник. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.